Здравствуйте, друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Меня интересует следующий вопрос. Грешно ли продавать товар с наценкой? Если нет, то чем это отличается от получения процентного дохода, от предоставления денег в кредит? Да, Господь говорит о том, что будьте как птицы небесные, не заботитесь о завтрашнем дне. Завтрашнего для каждого дня хватает своей заботы. Хотя, конечно, речь идет не о планировании, а о терзании душой. Мы боимся того, что с нами произойдет завтра, страшно. Как будто, если может произойти что-то плохое, то именно только оно и произойдет. И в сердце своем испытываем такую скорбь, как будто оно уже произошло. Если человек что-то продает, он же едет куда-то, по другую страну, тратит время, чтобы изучить товар, его качество, сравнивает с другими товарами, узнает, где можно купить дешевле, возможно, же качественнее, рискует деньгами, особенно, если необходимо провести полную оплату, стопроцентную, наперед. Вот ждет, пока через все эти таможни этот товар придет. Арендует им площадь для магазинов, ищет сотрудников, нанимает бухгалтеров, продавцов, менеджеров, пытается рекламу дать, потому что даже если ты и хороший товар купил, никто о нем не знает, и никто и не купит. Думает, где правильное место арендовать, там, в хорошем торговом центре, там, поближе к выходу или входу, где-нибудь, там, на высоких этажах, там, поближе к эскалатору и так далее, и тому подобное. Нанимает огромное количество специалистов, которые помогли бы ему продать. В конечном итоге, если имеют после выплаты всех налогов, отчислений, социальные, пенсионные, страховые фонды, там, два, три, четыре процента дохода личного, это уже очень даже неплохо. Хотя товар может быть, там, с трехсотпроцентной наценкой. Ну, все уходит, потому что велика себестоимость всего на свете. И он потратил на это дни, месяцы, годы труда, чтобы поставки наладить, чтобы с конкурентами общий язык найти и так далее. Поэтому, если ты занимаешься торговлей, это не простой бизнес, это трудный путь, на котором ты можешь потерять все в конечном итоге. У кого-то горит склад, у кого-то воруют оборудование и имущество, происходят какие-то другие катаклизмы, не можешь отдать кредит вовремя. Огромное количество неприятностей ждет тебя на пути к прибыли. Я их всех не озвучил. Собственно, любой продавец, он ищет только двух вещей. Прибыли и безопасности. Не с наценкой товар грешно продавать, а некачественный, просроченный. В десятки раз завышенной ценой нельзя, друзья мои, обмановать человека, обещать ему какие-то скидки, а при этом за два дня до этого накрутить цену в четыре раза, потом сбросить треть этой стоимости и все равно еще навариться на человеке. Поменьше обмана. А что поменьше? Вообще не должно быть обмана в взаимоотношениях у продавца и покупателя. Тогда вы сможете сохранить золотую середину и правильно продавать свой товар. И не забывайте делиться с нуждающимися. Любой доход, любая милостыня, которую ты делишься с детскими домами, с женщинами, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, которых, допустим, беременных муж из дому выгнал и принуждают к аборту. А если ты с храмами делишься, которые требуют восстановления или содержания, вообще с любым нуждающимся человеком, то Господь и благословит твое дело, твой бизнес, твое намерение, и душа будет спокойна. Что касается кредитов, в Евангелии стоит акцент на социальной стороне вопроса. Если твой друг, знакомый, пусть даже иноплеменник просит у тебя средства в долг, чтобы прожить еще какой-то день или месяц, потому что у него нет сейчас возможности, ни еды купить, ни воды, ни детям одежду какую-нибудь приобрести, ранец и учебник, азбуки для своего родного Буратино. И ты говоришь, ну вот я тебе даю один золотой, а ты мне верни четыре. Вот это крохоборство. Писание говорит, вот этим не занимайся. Один дал, один и забери. Ты поступишь по-человечески. И не торопишь человека его отдать. Но если ты простишь ему этот долг, дашь, и уже забыв о том, что ты что-то ему дал, то вот это будет по-христиански. Речь идет об этом. То есть ты, по сути, хочешь нажиться на беде человеческой. Писание запрещает именно это. То есть не грех под проценты в банк положить твои деньги. Тем более сегодняшний процент, который предлагает большинство банков, он не покрывает даже в половину инфляции, которая ежегодно происходит. То есть это, по сути, просто некоторая защита твоих сбережений от воров, которые могут прийти и просто по головке тебе настучать и отобрать то, что ты дома под подушкой хранишь. По сути, это такая некоторая сберегательная функция в современных банках существует. Но если ты потрудился, купил чуть-чуть дешевле, продал чуть-чуть дороже, и на разницу живешь, ну ты же потрудился ради этого. Птички небесные, они что разве? Червячки с неба падают им, как манна небесная. Нет, они летают, 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 ищут, 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 высматривают, вытаскивают, вытаскивают, птенцов своих кормят, они трудятся. Но Господь им этих червячков посылает. Они вот свои гнездышки разве что в аренду не сдают. Они не получают доход, ничего не делая. То есть они трудятся. Любой продавец, который трудится для того, чтобы выжить самому и своему бизнесу, он наподобляется все-таки работающей птичке, а не какого-нибудь трутню, который вот просто летает, ничего не делает и пользы не приносит. Так что припомните, друзья мои, социальный контекст. Если у вас кто-то просит одолжить деньги, то не берите процент. Не ждите, что человек этот вам обязательно отдаст этот долг. Отдает, может быть, один из десяти, если честно. Особенно если речь идет о близких родственниках, кумовьях, детях, племянниках и так далее. Или не давайте в долг, но если даете, то уже просто забудьте, что вы его дали. Отдал – хорошо. Не отдал – ну, Господь дал, Господь взял, будет имя Господнем благословенно. Где-нибудь мне бумерангом прилетит и воздастся. Вот такие дела, друзья мои. Пусть дом ваш будет изобильной чашей. Пусть средств будет достаточно, чтобы можно было одалживать и другим. И так, чтобы не сильно горевать, когда вам этот долг не отдают. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...